ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Майские праздники – прекрасный повод провести выходные на природе. Люди выезжают на пикники, дачи или просто идут прогуляться по лесу. И главная проблема, с которой придется столкнуться всем любителям природы – это клещи. В Нижегородской области уже зарегистрированы случаи обращения за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей. Как обезопасить себя от этого паразита? За ответом на этот вопрос мы обратились к специалистам. Самая благоприятная погода для пробуждения клещей – это стабильная температура воздуха около плюс 10 градусов и длинный световой день. Влажность окружающей среды – одно из главных условий начала жизнедеятельности паразитов – переносчиков опасных заболеваний. Вместе с теплой погодой наступает сезон пикников, долгих прогулок по лесу и загородных поездок. Поэтому не стоит забывать о простейших мерах безопасности, чтобы защитить себя и своих близких от укусов опасных паразитов. Для того, чтобы предотвратить присасывание клещей, во-первых, нужно правильно одеться. Одежда должна быть светлых тонов, по возможности однотонная, чтобы можно было заметить клеща и вовремя стряхнуть его с одежды. Манжеты брюк и рукавов должны быть плотно прижаты к телу, чтобы клещ не заполз. Спреи-репелленты также помогут отпугнуть от человека опасных насекомых. Пренебрежение мерами защиты грозит не просто укусом, а, возможно, тяжелыми заболеваниями – клещевым бролиозом и энцефалитом. И если в первом случае лечение проводят с помощью антибиотиков, и болезнь чаще всего заканчивается выздоровлением, то во втором случае все гораздо серьезнее. А вот клещевой энцефалит – это более опасное заболевание вирусной природы и, значит, может привести к инвалидности и даже к смертельным случаям. В нашем городе клещей на наличие антигенов не исследуют. Прием насекомых на такой анализ проводится в лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области. Елена Грязкова, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В некоторых регионах России начнут взимать курортный сбор. Соответствующий закон принят Государственной Думой и подписан президентом летом 2017-го. Но сбор начнут с 1 мая этого года. Что такое курортный сбор, сколько придется заплатить и куда поступят эти средства, выясняла наша съемочная группа. Курортный сбор представляет собой плату, которую нужно собирать с приезжающих в регион на отдых туристов. Максимальный размер ограничивается госорганами. Власти же региона, учитывая сезонность, могут самостоятельно устанавливать его размер на своей территории. От 10 до 50 рублей за сутки пребывания на каждого человека. То есть, если у нас, допустим, едет на 10 дней турист, соответственно, в какой-нибудь хороший вариант, то есть 500 рублей с человеку, едут три человека, то есть полторы тысячи надо будет заплатить. Курортный сбор появится в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Платить нужно каждому физлицу, которому исполнилось 18 лет, за исключением льготных категорий граждан. При условии, что они проживали на территории региона более 24 часов. Эти средства предполагается направлять на спецсчета. Опять же, эти спецсчета просто так со спецсчета деньги не снять. То есть, я думаю, что в перспективе, если это будет работать, то это пойдет на развитие курортов. Сейчас курортный сбор есть во многих странах мира. Испания, Италии, Франции, Германии и многих других странах Европы, а также США. Право вызывать курортный сбор предоставлено любой гостинице, санаторию, хостелу, гостевому дому, кемпингу, оказывающему соответствующие услуги на легальной основе. В Европе это так. При выписке из гостиницы, выставляют счет, и ты оплачиваешь этот сбор, который также идет на развитие туристической индустрии. Для жителей нашей страны курортный сбор тоже не новинка. С 1991-го он уже существовал в России. В середине 2000-х в рамках общего курса на резкое сокращение налогов для вывода бизнеса из тени от сбора отказались. Сейчас закон носит экспериментальный характер и будет реализовываться с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. За это время можно будет оценить его эффективность. С 10 мая начинается прием заявок на компенсацию затрат бизнеса по договорам лизинга, сообщает Департамент экономического развития. Субсидия может быть предоставлена в размере 100% от понесенных затрат по уплате первого взноса, включая средства, израсходованные на монтаж оборудования. Более подробную информацию можно получить по телефону 977-53. Другая важная информация в подборке коротких новостей. При смене регистрации получители социальных выплат должны в двухнедельный срок сообщить о новом месте жительства. Об этом напоминает в Управлении социальной защиты населения. В противном случае предоставление ежемесячных денежных выплат и компенсаций будет приостановлено. Более подробная информация по телефону 789-27. 9 мая в Сраве пройдет юбилейная 70-я легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. Забег стартует от площади Ленина в сторону улицы Шверника. Далее участники эстафеты повернут до улицы Александровича и направятся в сторону финиша на центральной городской площади. Парад участников эстафеты начнется в 11.20. 18 мая в Сраве пройдет акция «На работу на велосипеде». Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо выполнить три простых действия. В этот день на работу отправиться на велосипеде, сделать селфи по дороге и разместить его на своей странице с хэштегом «На работу на велосипеде по Сарову». Мода на детские имена постоянно меняется и зависит она от многих факторов и событий. Например, во время чемпионатов мира по футболу растет число детей, названных в честь успешных футболистов. Популярные фильмы и книги также могут вдохновить родителей назвать ребенка в честь одного из персонажей. А есть имена, которые настолько прижились в России, что не теряют популярности целыми десятилетиями. Наша съемочная группа решила выяснить, как саровчане называют своих детей и как живется человеку с редким именем. Размышляя, как назвать ребенка, родители перебирают множество вариантов. Твердо веря, что ими определяют судьбу человека. Называют в честь небесных покровителей, родственников. Иногда следуют веянию моды и дают редкие имена. Так, полвека назад родители решили назвать сына в честь кубинского революционера Эрнесто Че Гевары и столкнулись с проблемой. В советское время можно было имена давать только из списка, который хранился в ЗАГСе. Этого имени в списке не было. И полтора месяца мои родители решали эту проблему, пока наконец весь рождение выписали. Эрнесто давно привык к повышенному вниманию к своему имени и не считает его особенным. И знак равенства между словами «имя и судьба» он не ставит. Имя, данное в честь мятежной личности, не сделало его жизнь насыщенной идеями революции и борьбы за свободу и независимость чего-либо. Вряд ли как-то имя оказывает какое-то серьезное воздействие на жизненный путь, какие-то основные вехи этого пути. В настоящее время законодательство нашей страны более либерально относится к выбору имени. Запрещено называть детей числителями, цифрами, титулами, ругательными словами. Достигнув совершеннолетия, человек может сменить имя на то, которое ему нравится. Одна из жителей нашего города воспользовалась этим правом и во вполне зрелом возрасте сменила имя, отчество и фамилию и стала облаком легким на склоне горы. Но согласование на выдачу документов было сложным. Я позвонила куратору, объяснила причину. Ну, по крайней мере, еще раз посмотрев все законодательство, то есть принято решение удовлетворить просьбу гражданке и присвоить ей имя, которое она пожелала носить. В настоящее время на пике популярности находятся женские имена Виктории и Анастасия. Среди мужских имен лидерство удерживают Александра и Кириллы. Некоторые имена уходят в истории и все реже выдаются свидетельства о рождении Григорием, Василием, Ольгам. Елена Грескова, Гостантин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Стиль музыки знакомый каждому и который невозможно перепутать с любым другим. Он сочетает в себе элементы европейской и африканской культуры. Никаких строгих рамок, как в классической музыке, только удивительная легкость и расслабленность. А благодаря особому ритму в душе каждого слушателя возникает необычное ощущение свободы. 30 апреля во всем мире отмечают День джаза. В окне мерцает тусклый свет. Окончив музыкальную школу по классу баяна, Александр Ужений расставался с музыкой. В свое время освоил и пианино, и ударные. И сейчас легко вспоминает переломный этап в своем творческом развитии, когда понял, что нужно что-то менять. Происходит момент, когда ты чувствуешь, что ты упираешься в некий потолок, дальше которого ты не можешь двинуться. Не в силу того, что ты не хочешь, а в силу того, что ты не знаешь. Поэтому Александр поступил в музыкальное училище и освоил саксофон – основной джазовый инструмент. Продолжить постигать азы такого сложного музыкального стиля, как джаз, он решил в школе виртуоза-саксофониста Игоря Бутмана. Сейчас Александр уже исполняет музыку собственного сочинения. Джаз – это импровизация, то есть, по сути, музыкальная композиция создается во время выступления артиста. Но, по мнению Александра, секрет успеха музыканта в том, что даже виртуоза делают предварительные наброски перед выходом на сцену. Если человек очень легко играет импровизацию, и она очень нравится многим, то как раз эта импровизация является самой сложной и самой лютой в плане подготовки. Музыка, а точнее джаз – важнейшая составляющая жизни Александра. И в очередной раз, взяв в руки саксофон, он снова открывает для себя удивительный и многогранный мир джазовой музыки. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Совместить приятное с полезным, активно провести выходные и при этом получить подарки. Редакция нашего канала приглашает всех желающих принять участие в турнире по боулингу. Когда он пройдет и кто может стать участником, расскажем далее. Канал 16 выступает за активный досуг на выходные. Если ты придерживаешься такого же мнения, то присоединяйся к нам. Мы решили, что лучшим способом провести субботу, 19 мая, будет участие в первом командном турнире по боулингу на кубок телекомпании «Канал 16» в ресторане «Прайм». Ты спрашиваешь, как принять участие? Да нет, ничего проще. Собери команду, в которой будет не меньше трех, но и не больше пяти человек, придумай крутое название и отправляй заявку в личных сообщениях в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Ах, да, участие примет всего восемь команд, так что поторопись. Выигрывает та команда, которая наберет наибольшее количество игровых очков. Каким будет приз, узнаешь совсем скоро, а пока обзванивай всех своих друзей и собирай команду. Пограничений по возрасту, полу и даже физическому здоровью нет. Вход для болельщиков и фанатов свободный, и я не сказал самого главного. Участие для команд абсолютно бесплатное, а это уже сама по себе отличная новость. 19 мая встречаемся в «Прайме» и будем выяснять, кто круче играет боулинг. Все. Направление воркаут возникло еще в конце 20 века. Его родиной стала Америка, а вернее дворовые площадки США. Сейчас это движение популярно во всем мире. В нашей стране слово «воркаут» довольно быстро приобрело особенный смысл. Так стали называть не столько саму тренировку, сколько стиль жизни и течение свободного фитнеса. В Сарове этот спорт только начинает развиваться, но уже приобрел немало сторонников. Саровчан приглашают на мастер-класс по воркауту. Зародившийся на дворовых площадках этот вид спорта так и остался уличным. Чтобы заниматься воркаутом, сразу следует забыть о комфортном помещении спортивного зала. Проходят уличные тренировки не под чутким руководством тренера, а в окружении друзей или товарищей, которых объединяет одно стремление – заниматься спортом на свежем воздухе. В нашем городе найти единомышленников для тренировок можно в объединении воркаут «Тим Саров». У меня недавно пришла хорошая идея. А что, если попробовать организовать команду? Так сказать, некий сбор. Ну, естественно, в начале этой недели я пришел на турники, увидел, какие-то ребята новенькие начали заниматься. Я им предложил объединиться. Чтобы заниматься спортом и получать хорошие результаты, не обязательно ходить в спортзал. И это доказывает воркаут. Заниматься могут все желающие, у кого нет проблем со здоровьем. Чтобы не допустить несчастных случаев, тренировки проходят по определенной схеме. Приходим, делаем какую-то базу, то есть подтягивания, отжимания, бег, пресс, а дальше по элементам. Объединение воркаут «Тим Саров» существует не так давно, но ребята активно продвигают этот спорт в нашем городе. Тренировки стараются проводить систематически, но все равно сталкиваются с определенными трудностями. Нам охота свой зал на зиму, потому что за всю зиму мы почти не тренировались. 1 мая воркаут в России отметит свой первый юбилей. В честь десятилетия во многих городах страны пройдут спортивные мероприятия. Саров не станет исключением. В этот день все желающих попробовать свои силы в воркауте приглашают на спортивную площадку жилого комплекса «Саровская ривьера» в районе пойма реки Сатис. Мария Рунч, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Сразу после выпуска новостей смотрите наш спецпроект «Лица Победы». Из первых уст вы услышите историю тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте саров24.ру. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова